Доклад в Мюнхене Доклад в Мюнхене Доклад в Мюнхене Основное состояние этой системы Это когда этот электрон находится В состоянии покоя естественно Если он находится В состоянии движения То его энергия Выражается через импульс Обычной нереликимской формулы Скорость соответственно Тоже обычной нереликимской формулы И в ведущем порядке По единице на лад Мы считаем большой параметром Мы можем сказать, что массовая поверхность Этого электрона Есть Е от П равно нулю И не зависит от П Ну и скорость соответственно Равна нулю То есть этот электрон Никуда не движется Куда его посадили Там он и стоит И Поэтому этот вот электрон Пока он еще ни с чем не взаимодействует Нужно описать вот таким вот Пограджианом Ну потому что Из него следует уравнение Движения Д нулю Аж равно нулю Аж Это П Поле тяжелой частицы А Д нулю Аж равно нулю Как раз Приводит к Массовая поверхность Е от П От П не зависит А равно нулю Такая вот Очень простая Теперь допустим Он во внешнем поле находится Тогда энергия У него От П по прежнему Не зависит Но уже не нуль А минус Еа 0 Минус Е заряд Электрода Поэтому Чтобы получить такую Формулу Для Анергии Частицы на массовой поверхности Надо чтобы уравнение От движения пола Содержало Ковариантное Производное Ну или Можно сказать Что Лагранжан Должен содержать Ковариантное Производное Только ее нулевую компоненту Времяную Вот этот Лагранжан Калибровочный Инвариантин Но он естественно Не ворец Инвариантин Но с самого начала Зафиксировали Некую Выделенную Систему отсчета Где этот Электрон Приблизительно Находится Все время В состоянии Постоя Не обязательно Точно Например На состоянии Попоя Естественно Сюда надо Добавить В агрранжан Электромагнитного Поля Заново По себе А тогда Уравнение Движения Для электромагнитного Поля Будет Обычное Уравнение Максвелла С током У которого Есть только Нулевая Компонента Это Плотность Заряда И Это Плотность Заряда Есть Минус Е На плотность Этих самых Тяжелых Частиц Электронов Ну агрранжан Взаимодействие Это ток На потенциал Как обычно Значит Пропагатор Вот этого Тяжелого Электрона Свободный Пропагатор Пока Без электромагнитного Поля Из Магранжан Прямо Сразу Получаем Пропагатор Импульс На представлении И он Зависит От нулевой Компонента Импульса Но не Зависит От вектора Импульса Поэтому Если Сделать Фуриев Координатное Представление То Получится Дельта Функция По Пространственным Координатам На Дельта Функцию По Времени То есть Он Стоит Где Его поставили Никуда Не движутся По времени Вперед Альтернативным Образом Этот же Самый Пропагатор Вида Дельта Функция Координатная На Дельта Функцию Временно Можно Получить Решая Уравнение Движения Где В правую Часть Подставлена Дельта Функция Решаем Это Уравнение Получаем Вот этот Координатный Пропагатор Ну А Взаимодействие С электромагнитным Полем Дает Вершину Которая Содержит В Ню Четырех Вектор Скорости Направленный По нулевой Аси А теперь Что Такое Пропагатор Во внешнем Электромагнитном Поле Теперь Во-первых Он зависит От этих Координат По отдельности Они От их Разности Поле Может быть Произвольное Оно там Как-то Меняется Зависит От времени От координат Вот То есть Мы должны Решать Уравнение Для пропагатора Уравнение Для пропагатора Содержит Дисковарентную Производную От правой части Дельта Функции Тогда Понятно Что Дельта Функция Координатная Все равно Будет Решение А Временная Часть Пропагатора Которая Зависит От начального И конечного Моментов Времени Будет Содержать Свободный Пропагатор То есть Фактически Дельта Функция Умножить На фазовый Множитель Который Надежал Из-за того Что есть Энергия Пропорциональная А0 И в общем-то Зависящая От времени В общем Случае И вот Этот фазовый Множитель Который Есть Интеграл От потенциала По прямой Направленной Вдоль оси Времени Из начальной Точки В конечную Точку Это и есть Вельсиновская Линия Прямая В данном случае Вельсиновская Линия Направленная Вдоль Нулевой Оси Вот Из этой Начальной Точки В эту Конечную Точку Вот так Вот Она Собственно И появилась Все это Можно Написать В Кормально Ковариантных Обозначениях Хотя Лорексин Врядность Это Никакой Не прибавит И исходной Нет Но Если есть Более чем Одна Четырехскорость С которой Надо иметь Дело Одновременно То удобнее Все таки Иметь Эту Вами В виде Произвольного Четырехвектора А не Фиксировать Ее вдоль Нулевой Оси Так Вот В Исходной Системе Отчета Мы Говорили Что Вот Есть Основное Состояние Нашей Теории Так Сказать Вакуум Энергию Которого Мы Приняли За Ноль А В Полной Теории Эта Энергия Не Ноль А Масса Электрон То На самом деле Полная Энергия Любого Состояния Содержащего Тяжелую Частицу С точки Зрения Полной Теории У В данном Случае Есть Вот этот Слип Постоянный Который Просто Выбор Начала Отсчета Вот это Правильный Реалитивистский Выбор Начала Отсчета Плюс То Что Называется Остаточная Энергия Резиден Это Можно Переписать В Ковариантном Виде Можно Сказать Что Полный Настоящий Истинный Импульс Вот Такого Состояния Которое Содержит Электрон Плюс Мягкие Фотоны Есть Постоянная Большая Часть МВ Ню Плюс Переменная Маленькая Часть Которая Называется Остаточный Импульс Резиден И Мы Чтобы Вот Эта Вся Наука Была Применима Требуется Чтобы Характерный Остаточный Импульс Электрона По компонентам Каждая Компонента Поломала По сравнению Сам И Чтобы Ебульс Всех Легких Частей В данном Случа Ток Фотона Более Тоже По компонентам Много Меньше В этой Ситуации Можно Описывать Взаимодействие Тяжелого Электрона С мягкими Фотонами При помощи Вот Такого Упрощенного Описания Содерживающего Вильсонскую Линию То есть Взаимодействие Определяется Ну В общем Именно Так Как Было Нарисовано Гранжан Будет записан В таком Вот Вариантном Виде Он содержит В Ям Пропагатор Выпульсного Представления Будет Естественно Отсюда Такой А массовая Плоскость Это будет Плоскость Это будет Плоскость Ортогональная Фу В То есть Резидиум Моментом Остаточный Эпульс Должен быть В Киперплоскости Ортогональной К В В В Ну Это Фактически Касательная Киперплоскость К Релятивистской Массовой Поверхности Которая Есть Вот Это Кипербаллы Вблизи Начала Координат Взяли И Заменили На Плоскость Если У Электрона Есть Пин То В Системе Покоя Он Двухкомпонентный То Есть Только Две Верхние Компоненты Отличны От Модон Поэтому Пропагатор Содерживает Вот Этот Проектор На Две Верхние Компоненты Системе Покоя На самом деле Этот Пропагатор Можно Получить Предельным Переходом С Релятивистской Теорией Если Я возьму Полный Релятивистской Квантовой Электродинамике Свободный Электронный Пропагатор С Импульсом МВ Плюс П Где П Мол То Я могу В первом Порядке Получить На Вот Эту Формулу То Я получаю Эффективный Пропагатор Аргументом Которого Является Остаточный Импульс Плюс Поправки Подавленные Поединицы На Вершина Релятивистская Содержит Гам-Амю Когда Гам-Амю Обложено С двух Сторон Этими Проекторами Его Нужно Заменить На Время Простой Ответ Ну Ладно Значит Прямолинейная Вельсиновская Линия Описывает Взаимодействие Скажем Электрона С мягкими Фотонами Когда этот Электрон Имеет Прямую Мировую Линию Если Электрон Тяжелый Имеет Более Хитрую Мировую Линию Например С Изломом Кто-то Его Толкнул Там По Пути То Появится Вельсиновская Линия Другой Фортной Сосуд Ну Вот Значит Это Было На Абелевом Примере В Неабелевой Калибровочной Двери Все Будет То же Самое Только Там Конечно Вельсиновская Линия Будет Даваться Упорядоченной Экспонентой Поскольку То Что В Экспоненте Стоит В разные Моменты Времени Не коммутируют Друг С дружкой Поэтому Нельзя Писать Просто Экспонент От Интеграла Написать П Экспонент От Интеграла А так Больше Никакой Разницы Значит В Абелевом Случае Скажем В каждой Хромодинамике Что Физически Гораздо Более Интересно Взаимодействие Тяжелых Либо Высокоэнергетических Легких Это В общем Тоже Без разницы Лишь бы Энергия Была Большая Частет С Мягкими Фотонами Можно Описать При помощи Взаимодействия Вельсиновских Линий С Мягкими Фотонами Эта Вельсиновская Линия Ну Имеет Форму Соответствующую Процессу Если это Некий Процесс Рассеяние То это Будет Вельсиновская Линия Из Нескольких Прямолинейных Лучей Которые Там С нужной Изломы И Тем Самым Инфрограссное Поведение Любых Амплитуд Рассеяния Вкладовой Хромодинамики Оно Определяется Именно Взаимодействием С Мягкими Глеонами Оно След Ну Его Можно Получить Вычисляя Вельсиновские Линии Из Ответствующих Фот Реальные Примеры Когда Нужна Вельсиновская Линия С Излом Про Которую Я не буду Говорить Весь Этот Доклад Такие Уже Чизические Примеры Например Рождение ТНТ Лучше всего Если из бесцветного Источника То есть Скажем На Будущем АЛС Там Это То что я буду Рассказывать Имеет совершенно Прямое отношение Потому что Я буду Рассматривать Вершину Когда Никакой цвет В эту линию Не втекает Или не Не вытекает То есть Оператор Вершине Будет Бесцветный То есть Я плюс Я минус ТНТ Или Гамма Гамма В ТНТ Это В общем-то Безразницы Написывается Ровно Вот такой Вельсиновской Линии Которую я Собираюсь Рассматривать Мягкая Честь Не все Это Надо Сказать Что Естественно Есть факторизация Есть жесткие Вклады Есть мягкие Вклады Вот мягкие Вклады Дается Вельсово Стояние Дальше Когда Тайди-то Пара Рождается Из цветного Состояния Из Двух Глюонов Или из легкого Кварка И антикварка То там Могут быть Несколько Цветовых Структур Поэтому Вместо Одной Аномальной Размерности Которую Вот я Сегодня Представлю Возникает Матрица Мягких Аномальных Размерностей Матрица По Возможным Цветовым Структурам Которые Ну Это Пара Глюонов Или Кварк Антикварк Могут передать В паре Т-н-д-д- И Вот Эта Аномальная Размерность Одна Про которую Я буду Говорить Все равно Есть один Из элементов Этой матрицы Даже в некотором Смысле Главный При большем Конце Во всяком Случае Действительно Главный А остальные Элементы Этой матрицы В общем Не вычислены В трехпетлевом Приближении Но Это задача Того же Уровня Трехпетлевом Из тех же Диаграмм Фактически Состоит То есть Это Если Есть Достаточно Так сказать Энтузиазма То Не составит Труда Посчитать Всю Матрицу Мягких Аномальных Размерностей Для рождения Т-н-д-т Из Параглионов Или Из Пары Легких Кварка Дикварка Это Некая Следующая Задача На будущее То есть Те элементы Этой матрицы Имеют Одинаковый Уровень Сложности Другие Примеры Это Распад Тяжелого Кварка В другой Тяжелый Кварк Плюс Что-то Бесцветное Реальный Либо Виртуальный В То бишь Скажем Распады Б-мезона В Д-мезон Плюс Лептонная Пара Они Описываются Ну вот Функции Сгора Вайса И эволюция Этой функции Сгора Вайса При изменении Точки Нормировки Мем Как раз Определяется Вот этой же Самой Аномальной Размирностью Ну то есть В основном Будет речь идти Именно про Ситуацию Когда Оба Прямых Луча Которые Образуют Этот угол Временеподобные То есть Обе частицы Массивные Когда Одна из частиц Безмассовая Скажем Распад тяжелого Кварка На 0 Это предельный Случай Его можно Получить Из того Что мы Посчитали Но этот Предельный Случай Уже был Известен Его не надо Было Посчитать Это предельный Случай Большого Менковского Оголка Как я сейчас Покажу Это Хорошая Проверка В этом Предельном Случай А вот Общий Случай Когда Обе частицы Массивные Он не был Раньше Размит Вот Значит Речь идет Про Вельсоновскую Линию Состоящую Из двух Прямолинейных Участков Временеподобных И Здесь На ней Имеется Изум А здесь Имеется Менковский Огол Фи Менковский Огол Как все Знают В отличие От эвклидова Меняется От нуля До бесконечности То есть Когда Вот эта Скажем Штука Стремится К световому Конусу Угол Все стремится К бесконечности Ну и Скажем так Есть Три Интересных Предельных Случая В которых Что-то Весьма Сильно Упрощается Первый Предельный Случай Это Нулевой Угол Когда Никакого Излона Вообще Нет То есть Этот самый Тяжелый Гвард Он мог Стать Другим Другого Флейвора Это Не важно Ну то есть Б в С Когда С Покоится В системе Покоя Б Это как будто Ничего не изменилось Масса Не важна Поскольку И та И другая Масса Считается Большой То в Пренебрежении Единицы Поправками Какая Именно Это Большая Масса Не Не Важно Поэтому Случай На любом углу Угла Угла Нет Аномальной Размерности У него Нет Это Мы Увидим Что Это Выполняется Автоматически Другой Противоположный Предельный Случай Это Когда Мюнговский Угол Стремится От бесконечности Это Когда Одна Из Этих Линей Ложится На Световой Конус То есть Представляет собой Легкий Кварк Вот Это Скажем Тяжелый Кварк Это На самом деле Когда Обе Ложатся На Световой Конус То есть Легкий Кварк Полетел Рассеялся Полетел В Другую сторону Это То же Самое Потому Что Все равно Угол Стремится В Бесконечности В этом Случай Как Я Буду Говорить Дальше Ответ Был Известен Но Наш Общий Ответ То есть Функция Фи Вот Это В пределе Вид Бесконечности Воспроизводит Известный Ответ Это Неотреблядная Программа И Напомню Стретий Весьма Любопытный Случай Это Когда Скажем Исклидов Угол Близок К Пи То есть Если Мы Сделаем Аналитическое Продолжение В Исклида То Мы Можем Взять Линию Которая Вот Имеет Вот Такой Вот Вид Вот Отойдет Сюда Потом Возвращается Назад Почти По тому же Пути На самом деле Можно И не делать Аналитического Продолжения В Исклид Можно Сказать Что Менковский Угол Который Здесь Везде Называется Моков Кайфи Стремится К И Пи Это Будет Тот же Самый Придельный Случай Стремится К точке И Пи Это Нет Ну как Мнимый Менковский Угол Соответствует Действительно Моевкледовому Уголу Что Как раз Гиперболические Функции Превращаются В трагедометрические То есть Я хочу сказать Либо Фи Эвкледова Стремится К Пи Либо Фи Менковская Стремится К И Пи Это Одно и то же А вот Рождение Токлавов К какому Фи соответствует Рождение Токлавов Это НДТ Соответствует Естественно Фи Имеющему Менную Часть Потому что Там Одна Мировая Линия Направлена В прошлое А другая В будущее Поэтому Скалярное Произведение Веново Штрих Отрицательно Поэтому Это Соответствует Углу И Пи Плюс Что-то Действительное В связи с этим Вопрос По Аналитическую Структуру Это Вот Вы так Продолжаете А Вообще Можно Какие-то Отвержения Сделать О Аналитических Свойствах Можно Можно Значит Во-первых Одно Давно Впрочем Весьма Известное Свойство Весьма Необычное С точки Зрения Нормальных Аномальных Размерностей Которым Все приводили Состоит в том Что вот именно В этой Ситуации Когда У нас Есть Рождение Либо уничтожение Пары Тяжелых Частиц У этой Аномальной Размерности Есть Мнимая Часть Это На первый Взгляд Кажется Странно Но если Подумать То Это означает Что Уравнение Ренорм Группы Для Матричного Алимента Будет Там где Стоит Аномальная Размерность У нее Будет И действительно Мнимая Часть Поэтому При решении Этого Уравнения Набежит Какая-то Фаза А это Кулоновская Фаза Это просто Кулоновская Фаза Когда Эти ТНТ Родились И разбегаются То Есть Фазовый Множитель Из Кулоновского Взаимодействия Друг с Другом Вот эта Кулоновская Фаза Она как раз Берется Из Мнемой Части Аномальной Размерности При Вот таком При Угле И Плюс Что-то Действительно А дальше Нам действительно Надо на самом деле Разбираться Надо Разбирались Люди Например Корчемские Радюшки Они Они Впервые Указали На Существование Этой Мнемой Части В 87 Году Они Разбирались Какой Надо Правильный Угол Врат И П Или Минус И П Я Сейчас Не Помню Но Какой То Из них Правильный У вас Наверное Функция Это реально Не от Фи Да Типа К Ну В общем То Да У нас Реально Функция Е В степени Минус Фи Вот От чего Реально Функция Это Экспоненты Которые При Действительных Фи Меняются От нуля До единицы А дальше Можно С этого Отрезка Продолжить Аналитические Вполне Приличная Аналитическая Функция Она Там Имеет Особенность Когда Это Де В степени Минус Ти Стремится К минус Единице Это Особенность Вот Это Особая Точка Если Я Совсем Схлопну Там Особенность Сидит Особенность В смысле Просто Полис Или Это Ветвление Это Ветвление Это Точка Ветвления То есть Нужно На правильный Берег Сесть Чтобы Описывать Рождение Либо Уничтожение А пара Можно сидеть Ровно На Одно Правильном Береге Я говорю Сейчас Не помню На котором Но Этот вопрос Распирался Все равно Вот эти Эспоненты У вас Вся Плоскость Имеет Только Один Разрез Да Это Это Экспоненты Все Имеется Просто Один Разрез От Минус Единицу На Туда До Минус Писходительности Равнение Это Это Минус Аномальная Размерность Гамма Если ее написать от Е в минус И Она Имеет Разрез От ну то есть от x равно e в минус b вот это будет как она реально она равна нулю вот здесь в точке единицы как афера и так далее ну вот я вам покажу основной ответ то есть 1 петлевая и так далее в 3 петлях вычислили то есть все эти функции будут показаны и предъявлены я просто сейчас рассматриваю точки которые представляют особый интерес точка нулевого угла когда нет угла точка бесконечного угла точка вот такого схлопывающегося угла это три места где что-то должно упрощаться да как влияет то что у тебя вообще нестабильное разваливание если ты начнешь пытаться рассчитывать конечное время разваливания у тебя какие-то соответственно аналитические свойства ну да но вот вот эта нестабильность например она действительно очень существенно в области ну весьма близкой к порогу там она размывает все вот те связанные состояния которые там были и там уже ничего нет а а если подальше то есть речь будет идти про подальше это когда ну вот скажем гамма-фактор ну то есть гамма-фактор там одного такова по системе покоя другого будет не ну будет порядка единицы но не близок к единице вот так вот ну понимаешь это же количество речи количество масса известна ну пожалуйста то есть вот когда гамма-фактор без единицы порядка альфа-с то это ну вот припороговая область а когда он порядка единиц это не припороговая А с минус 4 квадрата порядка m 4 порядка F квадрата так что, да? у порогася с минус 4m квадрата не, вы меньше чем а это понятно нет нет, но ширина реально существенная в религии ну да, ну да, именно а мы хотим рассматривать ситуацию, когда ТТ родились релятивистами не припороговую, не ультрарелятивистую а промежуточную область, где их скорость порядка единицы, не близка к единице, не близка к куме да, ну да, тут и речи идет про теорию возмущений но теория, нет, не так все просто во-первых, надо факторизацию жестких и мягких вкладов устроить иначе ничего вообще нельзя посчитать слишком много масштабов задачи а во-вторых, мягкий вклад зависит от мю а как он зависит от мю, определяется вот этой аномальной размерностью жесткий тоже зависит от мю эти зависимости от мю обязаны сократиться поэтому его зависимость тоже зависимость от масштаба факторизации определяется той же самой аномальной размерностью то есть есть уже жесткие вклады которые все, ну, стягиваются в точку с точки зрения мягких масштабов ну да, порядка одинец они могут быть как раз только в припороговой области там все это не работает там все это не работает, совершенно верно но, скажем, на том же действительно ЛХС где, ну, вообще говоря там два глюона могут сталкиваться с любыми анаргиями но, когда сталкиваются два глюона с чересчур большими анаргиями так что из них получится ТНТ-Т ультрарелятивистские то там сечение быстрого бывает поэтому эта область несущественна а область как раз а у меня два протона сталкиваются с двух глюонов так как ты прекрасно знаешь инвариантная масса этих двух глюонов может быть любая м квадрат там 4 м квадрат? нет, ну нет, обязательно 4 м квадрат ну маленькие, так сказать, порядка а также на дустропаде, какие не ценности, ты знаешь да, вот я про то и говорю то есть ультрарелятивистская ситуация неинтересна там все уже упало а умеренно релятивистская, когда она не 4 м квадрат, а там скажем 5 м квадрат это нормальная умеренно релятивистская область, которая вполне дает нормальный вклад то есть порядка 4 м квадрат немного больше но именно порядка то есть отличается на некий фактор порядка единиц но если вы фи на минус фи замените или х на единице на х, у вас же ничего не должно поменяться? когда у нас точка влюбления на бесконечности автоматически означает точку влюбления в доле по фи, да? а, или, да, сейчас я уже запутан, я, наверное, просто переменно запутаюсь сейчас, да, я, наверное, я, наверное, видеть, что пока там что-то видно могу написать? а, или, да, сейчас я уже запутаюсь фи, катангенский, катангенский, катангенский и дженус один какие результаты? ну, а, наверное, суть влюбления ну, вот, теперь в банк объявлено на х х на единице на х вот именно есть? есть есть у нас, если в терминах х бесконечность является точкой влюбления то в терминах того же х я графе вообще забываю но он тоже должен быть точкой влюбления а в терминах х эта штука есть логарифмом ой, сейчас сообразить бы надо вот эта штука в терминах х ну, это простая какая-то функция логарифм, под логарифмом там какие-то корни нет, я сейчас ее в гуме не напишу да, это есть да, в течение недели вы можете запишите и будет разрез от пункта пункта дейна а simultaneously это функция не напоминает замены из-за единицы на х а правильно да, то есть это функция по силе она чужданай несовменно а по иксу она симметрична относительно замена из-за единицы на х этот разрез неправильно нарисован не может быть не может быть не повторяю то что есть либо вообще разреза нет это очень сильное утверждение а вот наверное так это же так сказать есть разрез или нет это не большая разница физически чему означает это начало разреза по рогу рождения по рогу рождения то есть вот область отрицательная вот эта отрицательная область это значит когда у нас один в прошлое а другой будущее то есть рождается пара вот это порог это выше порога это пара родилась выше порога сейчас читаю икону а это разве не соответствует фи равно нулю это вовсе то есть х равно единице это вовсе не единица фи равно нулю это х равно а единица да это регулярная точка в этой регулярной точке фрукция это когда рассеяние нулевой угол вот такая ситуация а вот такая ситуация это вот такая ситуация причина это когда фи стрелиться и пи так а это у вас эфклидовая ситуация тоже попадает у меня а эфклидовая ситуация Это когда... А, эвклидовая ситуация, это когда входа на эвклидовая. Это вот эта вот окружность единичного радиуса, это эвклидовая ситуация. Да, и вы до той точки доберетесь по эвклиду? Да, я доберусь по этой точке, до эвклида. То есть вот эта точка соответствует в эвклиде, она соответствует тому, что дыня пошла сюда и вернулась обратно. Да, но до порога вы же в эвклиде не доберетесь, казалось бы. Ну, вот доберусь. Потому что когда линия пошла туда и вернулась обратно, это геометрически возможно в эвклиде. И это же геометрически возможно в Ментозском, когда родилась пара с нулевой относительной скорости. Это же геометрическая вся ситуация. Я понял вопрос. Давайте я подумаю и скажу, потому что я прям совсем сходу не могу сказать, куда же, собственно, пошел разрез. Мне тогда же должен быть разрез. Наверное, его нету тогда. Наверное, нету. Что тогда особая точка, это точно. Вот, идиница регулярная точка, а минус, идиница особая точка. Это я точно знаю. А вознесло, он же туда-то должен идти. Ну, должен идти. Нет, я понял. Я понял. Хорошо. Я посмотрю, действительно, по крайней мере, на определенном примере. Но сейчас я просто хочу продвинуться чуть дальше. Дальше я хочу сказать вот что. Что значит, какой объект мы хотим изучать? Мы хотим изучать локальный ток, который уничтожил тяжелую частицу со скоростью В и войдет тяжелую частью со скоростью В и войдет тяжелую частью со скоростью В и в штрих. То есть это, вот здесь написан полный ток, это произведение полных полей. Он равен, кстати, перенормировке на перенормированный ток. Перенормированный всегда будет иметь аргумент в мюн. В схеме она с чертой, естественно. Так, само по себе поле тяжелой частицы тоже перенормируется. У него тоже есть своя константа перенормировки, где вот это и перенормировано поле Атм. Вот эта константа перенормировки, которая для тока, меняющего скорость, зависит, естественно, от угла, где косинус гербербалический Ф и в 2 на в штрих. То есть я буду рассматривать вычисления в области, где косинус гербербалический больше единицы, но во все остальные области я потом аналитически продолжать буду. То есть основная область это канал России, а не канал аннигиляции или России. Вот, значит, чтобы найти эти константы перенормировки, надо посчитать соответствующие функции Грена. Чтобы найти константу перенормировки поля, например, надо посчитать пропагатор, то есть функцию Грена двух операторов поля, которая есть дельта-функция, ну вот, пространственная, то есть от компонента, кстати, перпендикулянта к вектору v, вектор v тут всего один, наличие, умножить на вельсиновскую линию, на прямую вельсиновскую линию. И это должно быть константа перенормировки на нич, такая конечная, при ε0. Чтобы посчитать константу перенормировки вот этого тока, мы возьмем трехточечную функцию Грена двух полей, одного белинейного тока. Мы знаем, что это есть две дельта-функции, причем обратите внимание, что вот здесь вот стоит терпендикулярный h3, это значит терпендикулярная 2х3, а это терпендикулярная 2х3. А все остальное, что вот здесь после вынесения дельта-функции осталось, есть вельсиновская линия. Есть вельсиновская линия вот такой формы, которая из х идет в 0, из 0 идет в х3. Имеет угол, соответственно. И эта функция Грена должна быть равна чему? Константе перенормировки изотаж в одной и второй, наверное, еще и в квадрате, потому что этих полей есть две штуки, на константе перенормировки вот этого тока, ну и на ничто перенормированное, что конечно приобщено к 0. То есть проще всего вот эту формулу поделить на эту, чтобы найти константу перенормировки тока. Ну вот что я и собираюсь делать. Если угол фи равен 0, то вот эта вот вельсиновская линия становится прямой. Она становится вот такой вельсиновской линией, но с аргументом равным вот этому промежутку времени, плюс вот этот промежуток времени. То есть при нулевом угле мы имеем вот такую простую прямую вельсиновскую линию. Поэтому если мы поделим вельсиновскую линию в виде угла напрямую вельсиновскую линию, то мы получим логарифм константа перенормировки плюс нечто конечное. А, мы возьмем логарифм. На предыдущем, что? По-моему, тут все правильно. Где? Вот 10 штрих. А там не из трех должен быть? Вот теперь на верхней картинке. А на верхней? Ну какая она? А, здесь трех должен быть. Или просто там другие аргументы написали. Ну да, здесь она из нуля в x. А здесь она будет, если ее выкрали, она будет от аргумента x штрих минус x. Ну да, надо было. Ну понятно. Ну да. Ну то есть аномальная размерность это по определению, как всегда, производная вот этого самого логарифма по логарифму нет. Ну и что-то прямо сразу же, конечно, видно, что если угол равен нулю, то мы имеем логарифм единицы, и производная от нуля дает нулю. То есть нет угла, нет аномальной размерности угла. Что вполне очевидно. А теперь, вот эти аномальные размерности вельсиновских линий, на самом деле, любой формы, хоть прямой, хоть с углом, ну, хоть вообще каких-нибудь кривых, любой формы, имеют замечательное свойство, которое называется экспоненциализацией. В абелевом случае, опять же, в электродинамике, экспоненциализация – это очень сильное свойство, которое их определяет практически полностью. Вот это я сейчас покажу. Это очень простое свойство и замечательное. В абелевом случае есть неабелевая экспоненциализация, которая представляет собой гораздо более слабое свойство, но тем не менее очень полезное. Мы его будем использовать. Значит, вот если мы рассмотрим электродинамику, это заряд, который движется по какой-то мировой линии, любой формы, еще раз говорю, может быть с углом, может быть вообще прямой. И мы хотим посчитать вот эту яйциновскую линию по теории возмущения. А тогда мы получим член нулевого поэпа плюс однопетлевую поправку плюс вот двухпетлевые поправки, которые тут нарисованы, плюс и так далее. И, допустим, теперь я хочу посчитать логарифм этой гигантской линии. Спрашивается, что получится. А получится очень просто. Вот почему. Потому что я считаю в данный момент, представляю себе, что я считаю в координатном представлении. Тогда я возьму произведение вот этой однопетлевой поправки на саму себе. Тогда мы имеем вот здесь интеграл по двум промежуточным временам, Т1 и Т2. И времена эти упорядочены. То есть 0, Т1, Т2, Т2, Т2 упорядочены. Здесь я умножаю на другой двукратный интеграл, тоже по вот таким упорядоченным временам. Но упорядочения между штрихованными и не штрихованными переменными интегрированиями никакого нет. Потом у меня есть четырехкратные интегралы. Вот здесь вот написан. Которые можно разбить на шесть областей интегрирования, которые соответствуют диаграммам вот здесь вот нарисованы. То есть вот здесь, например, первый вклад, это когда Т1 штрих меньше Т2 штрих меньше Т1 меньше Т2. То есть это петелька целиком левее, чем мы. Ну и так далее. То есть в принципе, возможно, шесть возможных упорядочен они. И легко увидеть, что это как раз удвоенная двухпетлевая поправка к этой велесеновской имени. Поэтому если мы начнем считать логарифм, то мы получим вот эту двухпетлевую поправку, минус 1 вторая на квадратной петлевой поправке, они благополученно сократятся. Та же самая история продолжается во всех порядках. И получается замечательный точный результат, что логарифм вельсиновской линии в хабелевой теории равен точно во всех порядках. А в хабелевой теории, где нет легких частиц. То есть важно, чтобы не было диаграмм с какими-нибудь петельками легких частиц здесь. То есть здесь есть только вельсиновская линия и фотоны, ничего больше. А так там есть точный ответ. Точный ответ во всех порядках теории возмущений, что этот логарифм дается одной метлевой поправкой. В координатном представлении. А легкие частицы их просто тоже включительно, да? Что? А легкие частицы нужно пропагаторам? Так, легкие частицы будут давать поправки к этим пропагаторам. Но это и все. Ну, это и все. Но дальше можно навешивать поправки уже на легкую частицу. Когда вот здесь вот у меня есть что-то, то я могу здесь понавесить еще что-нибудь. На эту петельку. Это сразу испортит всю эту самую... То есть вот такие диаграммы ничего не знают, ни про какую экспоненциализацию. Их надо во всех порядках считать отдельно. Нет, но зато вы к этой линии должны прицепить только два фотона, да? Это остается на месте? А. Сейчас я помню. Нет, это не остается на месте. Это утверждение. Первый раз нарушился диаграммой свет на свете. Вот это первая диаграмма, которая его нарушит. А вот до этого порядка, действительно, нам нужно было бы нарисовать одну эту диаграмму и сказать, что здесь полный пропаган. Но вот начиная с той, уже это фокус неправный. То есть физический смысл, наверное, результат состоит в том, что если я беру две бесконечно тяжелые частицы и измеряю силу их взаимодействия, то здесь просто заклон кулона и больше ничего. Нет, я вполне сказал. Конечно, вот эта фонарная петля, это просто заклон кулона во взаимодействии. Ну, во-первых, тут нет двух частиц, тут есть одна дежурная частица. Это ее собственная энергия. И собственная энергия это... Только в кардинарном представлении дается экспонент. В уплесном... Фурье образ экспонента не равен экспоненте от фурье образа, поэтому уже в уплесном представлении это уже не работает. Я сам думаю, была задача, которую он решил Калакоглавов. Он, правда, не с какими работал, со скалярными частицами? И так, когда зарегистрировали много доступа, и в ближайшем много доступа... Да, конечно. То есть, вот эта экспоненциализация, это на самом деле Йенни Фраучи Суура. Вот это что. Это было открыто в Йенни Фраучи Суурой в 30-каком-то году. Давно. В каком году? В 30-каком-то. В 50-каком-то? Да, в 50-каком-то? Да, разве? А Йенни Фраучи Суура несколько фон. А, правильно, правильно. Правильно. Это Йенни Фраучи Суура. Вот экспоненциализацию действительно обнаружили Йенни Фраучи Суру. Да, это 60-е все. Ну, это нормальная, нормальная база, электронная база, электронная база, а вот в этой самой приближенной, ну, в региональной, можно сказать. Ну, да. Это еще было приближение Бохановцика, что там? Ну, вот то, что я рассказываю, это и есть приближение Бохановцика, но я... Бохановцика была гораздо нравственной, чем я имею в право сейчас. Да, вот они-то точно более в 30-х годах. Это какой-то 37-й или 38-й, примерно так. Но у них, кстати, нет вот этого убеждения экспоненциализации. У них есть симпатичный приближенный Лагранжиан, у них там есть много всего, но вот этого свойства нет. Это свойства их Лагранжиана. Просто они его не увидели в том году. Ну, ладно. А, значит, что хуже становится в КХД, чем в СР? Я не сказал вне частицы. Я вот, я чисто пытался вычислить взаимодействие между ними, потому что так же прибитые гвозди. Да. То это известно, что дальше он кулон получишь. У тебя нет там никаких там... Да, выяснили. То есть ты там кучу всяких петель там понарисуешь? Нет, кучу петель там трудно нарисовать. Но это не та задача, это другая задача. То есть, допустим, у нас есть действительно две... Допорядочение это время меньше этого. Это чтобы распространять мгновенно в кулонистой калибровке, а мгновенно вот это не проходит. Потому что никаких перекрещенных нет. А лестницы суммируются и дают нормальный кулоновский потенциал без поправок. Это верное отвертение. Это верное отвертение, а можно просто сказать. То есть, если по партии, когда мы проходили диаграммик, когда с одной линией на ту же линии... А, они тоже равны нулю. Они тоже равны нулю. Вот такая, скажем, поправка тоже равна нулю. Ну, сейчас это легко сообразить, почему... А, так потому же самое. Значит, в кулоновской калибровке кулоновские фотоны распространяются мгновенно. А здесь это время должно быть меньше этого времени. Поэтому это просто нуль и исходно. То есть, там нет поправок в такую... Но это никак не связано, по-моему, с экспоненциализацией. Это другое свойство этой же простой науки, но другое. Ну ладно. Так, значит, что позже в КХД? Во-первых, в КХД есть диаграмма, имеющая неамилевую цветовую структуру. Которые вот впервые появились вот в двух петлях. Они здесь нарисованы. Они имеют, ну там, нечто... Ну, цех на цех. ЦА раньше не было, а теперь есть ЦА вторая цветовая структура. Во-вторых, второе усложнение состоит в том, что экспоненциализация вот для таких вот диаграмм, где все пленчики приделаны к вельсиновской линии, была бы правильной, если бы вот эта цветовая структура равнялась этой. Она не равняется, потому что вот этот А и вот этот ДП не коммутируют. То есть, если мы этот А и ДП попробуем распутать, перекоммутировать вот в такой порядок, то получится добавочный член, получится добавочный член, который имеет вот такую же вот неамилевую цветовую структуру. То есть, возник, еще есть, вот разности этих цветовых факторов, еще возник такой же неамилевый вклад, который в аренше не было. Это не просто должно равняться друг другу, а еще равняться одной петлевой структуре? А вы ходите в экспоненты вместе с цветовой структурой? Да, конечно, конечно. Вот, то есть, если в дуе, я вам говорю, вот этот цветовой фактор равнялся этому, и равнялся автоматически квадрату на петлевую, то тогда бы сработало то должность. Но есть добавка, добавка вот здесь, неабелева добавка есть. Ну и, наконец, есть легкие кварки, которые отдают такого типа, скажем, вклады. И как только появился у нас хоть один множитель ТФНФ, то есть, хоть одна петелька легкого кварка, так уже разрешены все мыслимые цветовые структуры, потому что я могу сюда навешивать глионы любым способом, вот, скажем, внутри вот этой петельки. И уже эта теорема экспоненциализации ничего про них сказать не может. Она может говорить только про взаимодействие с тяжелой частицей, а не с легкой, которая в петле. Поэтому в ГКД экспоненциализация выглядит сложнее. Значит, в определенном случае, в алгоритм Вельсона вскорения, какой-то произвольной формы, здесь по-прежнему произвольной формы, в определенном случае у нас был один член, однопетлевый, пропорциональный, констанция связи в квадрате. Ну, в ГКД есть соответствующий член, пропорциональный, ну вот, однопетлевый. Так, в любом приближении у нас отсутствует структура CF в квадрате, потому что CF в квадрате, как раз для нее работают вот Абелевые аргументы. Это Абелевая структура. Значит, она отсутствует. А вот структура с ЦА, CF появилась, и структура с числом Саеворов появилась, и никуда они не делись, поэтому они в этом логарифе присутствуют. Точно так же, а да, я не буду показывать ленными аргументами, но доказано, что, например, в следующем порядке при отсутствии легких квадратов возникнет только одна цветовая структура, которая называется максимально неабелевой, или, нам так говорят, колор-коннектед, цветовосвязной, то есть CF на CF в квадрате. А две отсутствуют. CF в квадрате отсутствует, и CF в квадрате отсутствует. Но как только появился хоть один НФ, то разрешено все. То есть вот эта вот структура с одной петлей легкого кварка с двумя петлями легкого кварка. То есть мы будем работать вплоть до вот этого порядка. И мы будем считать, ну, фактически, вот такой вот логариф Бельсоновской линии, вплоть до трех петель, то есть вплоть до вот этого члена, который тут написан. И, значит, одна структура здесь исчезла, и две структуры здесь исчезли. Есть те, которые можно буквально было написать. Это то, что нам дарит неабелевая теорема экспоненциализации. А вот вопрос, все-таки, правильного, значит, человек не понимает. Вот вы там про упорядочение времени говорили, да? Ну, да. А если у вас, скажем, рождение двух частиц, у вас время же оно не монотонно растет? Ну, в смысле, а там что, там еще и не будет такого утверждения? Нет. Ну, как ее доказать? Ну, вообще говоря, важно не упорядочение по времени, на самом деле, а упорядочение по пути. Упорядочение по пути для дабельного случая вообще не играет никакой роли. Правильно? Ну, да. Но в абелевом случае это одно и то же. То есть, когда мировая линия все время направлена в будущее, то упорядочение по времени и упорядочение по пути есть одно и то же. А как вы будете доказывать? Вот ваши доказательства не проносятся через путь в том случае? Ну, на самом деле, я думаю, что оно проходит. Я думаю, что оно проходит, потому что... А, нет, это... А, нет, это... Да, это... Это будет... Я бы сказал так. Вот эти параметры D1, D2, это не времена, на самом деле. Это некие параметры, которые считывают длину вдоль пути. И вот они должны быть вот так упорядочены. Вы знаете, что анти... Что в противоположном направлении... Ну, да. Ну, да, ну и пусть себе... Это никого не колыжут, потому что... Вот эти параметры, это длина, отсчитанная вдоль мировой линии. То есть сначала она идет против времени, потом по времени, ну и что? Ну, да. А вот так было, в смысле, да? Дополнительно? Вместо антикварта вы пишете, рисуете дополнительные полугольщики? Нет. Мы рисуем, когда мы поочередную речь... Линия идет вот так, а потом вот так. Это одна линия с углом. И я рассматриваю параметр Т, который меняется от нуля. Вот здесь вот растет сюда, а потом растет сюда. И вот они вот так упорядочены. Они ничему-то не противоречат. Они упорядочены сначала отсюда сюда все больше и больше, а потом сюда дальше растет. Это не миллиметр. Это не миллиметр. А я не знаю. Нет. Ну, я думаю, в этом нет проблем. Отсюда, кстати, следует, что логарифм константы перенормировки имеет тот же набор цветовых структур. И, ну, если чуть вдуматься, что возникает при дифференцировании по логме, то есть какие цветовые структуры есть в это функции, то и аномальная размерность имеет тот же набор цветовых структур. То есть в аномальной размерности есть не все мысленные структуры, а некоторые отсутствуют. Одна здесь отсутствует, а две здесь. Вот. Ну, это экспоненциализация. Вообще говоря, для вельсиновских линий работают именно в координатном представлении. Как я еще раз говорил, экспоненты не коммутируют с преобразованием Фурия. А считать то удобнее в импульсном представлении. Поэтому считать мы будем реально в импульсном представлении. Но то свойство, что некоторые цветовые структуры в аномальной размерности отсутствуют, мы его вот раз доказали в координатном представлении. И все. Оно уже доказано. Мы уже знаем, что при тех структурах должны нули получиться. Поэтому считать мы будем в импульсном представлении. То есть мы будем считать ту же самую трехоператорную функцию Грина, трехчастичную. Когда вот здесь у нас, скажем, родился тяжелый гмар, полетел по прямой, здесь он рассеялся, полетел в другую сторону, прилетел сюда и здесь уничтожился. Здесь у него остаточная энергия омега, здесь омега-штрих. Тогда эту полную функцию Грина можно, естественно, написать только обычно в виде вершинной функции на двор полных пропагаторов. На двор полных пропагаторов, которые зависят от этой атометы, другой атометы-штрих. Вот это вершинная функция. И тогда мы знаем, как перенормируется функция Грина. Она перенормируется фактором ZG на ZH. И знаем, как перенормируется пропагатором, перенормируется фактором ZH. Но здесь это две штуки. Поэтому ZH здесь получилась в минус первой степени. То есть вершинная функция равна перенормированной вершинной функции на ZG, ZH в минус первой. А дальше мы делаем такую же самую операцию, только уже комплексно представлены. Мы берем логарифм вершинной функции, минус логарифм той же самой вершинной функции при нулевом угле. И говорим, что вот этот логарифм ZH сократился, остался логарифм ZG. Плюс конечная часть. Более того, омега и омега штрих здесь играют роль-дольно инфракрасной регуляризации. Их нельзя полагать равными нулю, иначе инфракрасная единица на эпсилонах полезна. Но мы можем взять равными друг другу, нам совершенно не обязательно считать их разными. Тогда мы можем положить омега штрих равно омега. И мы получаем single scale задачу. То есть мы получаем задачу на вычисление диаграмм в импульсном представлении с одним масштабом омега. Одна размерная величина омега. Но есть еще одна безразмерная величина, угол φ. От него уж никуда не денешься. То есть все на свете будет функциями угла φ, конечно же. Так, если φ равно нулю, ну ладно, это я, наверное, не могу подробно объяснять, но если φ равно нулю, то можно из этой же вершинной функции, эта вершинная функция удовлетворяет тогда дождисту лорда, которая здесь написана, выражаться через пропаганду. И перенормировка при нулевом угле позволяет нам излить zh. То есть, если уж мы посчитали эту функцию, ну пусть даже прямо на штрих равно омега, положили угол ровно нулю, мы можем найти подход на констанцию перенормировки поля тяжелой частицы. Причем констанция перенормировки поля, конечно, калибручно зависима, это цветное поле. А на складе перенормировки локального тока, который меняет скорость калибручно в январе, это белый ток. Ну вот. Вот теперь, значит, история вопроса. Вот она, однопетлевая аномальная размерность, написанная через ки. Ну можно и через x переписать, вполне просто. И на самом деле, это однопетлевая аномальная размерность, естественно, такая же, как в электродинамике, с точностью домножителя CF. И она реально следует просто из классической электродинамики. Из классической электродинамики формулы суммарного, проинтегрированного по углам мягкого излучения, когда у заряда мгновенно изменилась скорость. Это Ландау-Лешет в том, второй задачка после какого-то параграфа, или, если угодно, Джексон классическая электродинамика, то есть в любом приличном учебнике этот вывод есть. Вот я не знаю, когда была получена вот эта формула для суммарного, когда и кем. Это было бы очень любопытно выяснить, любопытный исторический вопрос. Когда и кем была получена вот эта формула, обычно я вижу как-то не через Т, а через В, но потом она выглядит немножко сложнее, там алгоритм какой-то получается. А в х в этой формуле есть разрез от нуля или минус бессонечности. А, да, это я все перепутал, действительно. То, что я попытался рисовать, это было не в терминах х, это было в терминах Кашу-Ну-Софи. А в терминах х действительно разрез-то вот здесь сидит. Вот он здесь сидит, да? Не здесь, не здесь опять же, вот здесь. Да, ну ладно, надо написать терминах Х, чтобы это сразу все станет понятно. Я не помню сейчас, как она в терминах, как смотрит, и в данный момент. То есть, я бы сказал, что эта аномальная размерность, известная самое долгое время. Я не знаю, но я подозреваю, что все это электродинамику для, ну там, релятивистки движущейся частицы, люди обследовали где-нибудь вот в районе, примерно, когда теория относительности появилась. Аномальной размерностью не называли. Аномальной размерностью не называли. Но из вот этого результата, из того, что есть мягкое излучение, там спектр Д-омега на омега, а коэффициент при нем мы проинтегрировали по телесному углу. Вот это, наверное, было где-то в начале 20-го века получено. Если не раньше. Если не раньше. Но потенциал Янара Вихерта был получен в районе 900-го примерно года. Вряд ли раньше. Но в самом начале 20-го века, я думаю, было получено. Планула, которая, если переписать через ФИК, как раз и меняет этот замечательный вид. ФИКа-танкет с гиперболической ФИМ минус 1. Еще раз, формулу для чего было написано? Для суммарной интенсивности мягкого излучения, когда у заряда мгновенно изменялась скорость. Это диаметр, 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 да? Ну, спектр, спектр. Это коэффициент. Ну, да, нет, ну, это нехорошо. Две точки и так далее, это не релятивистская вещь. Тут надо релятивистский. То есть надо просто честно написать. Это он сделал Янара Вихерта для движения заряда. Когда он стоял, стоял и вдруг полетел. Полетел с релятивистской скоростью. Я говорю, это вот в Лондове лежится и есть. Но там не написано, кто и как-то это сделает. Ладно. Двухпетлевая, аномальная размятность эту посчитали Ковченский-Радюшкин в 87-м году. У нее Клянфизикс, кстати, опубликовано. Ну, на самом деле, здесь есть мелкий нюанс, состоящий в том, что в окат ветер было два однократных интеграла, которые не были взяты, не были выражены через какие-то известные спецфункции. На самом деле, полностью аналитический ответ без интегралов, это ответ абсолютно правильный. Вот эквивалентный до конца досчитанный ответ получен, как ни странно, совсем недавно, через полилогарифм, вплоть до АВА-3. Чисто, что интегралов считается быстрее, чем выражена частью полилогарифма? Ну, ну, я не думаю. Нет. Ну, логарифм очень хороший. Тематически, градулощисти, наверное, считаются долго и однократно? Ну, это... Ну, это как правильный логарифм, просто никому не надо. Ну, да, вот это. То есть, на самом деле, если еще более детально вдаваться в этот совершенно никому не нужный вопрос, то один из этих интегралов посчитал я раньше. Китонаки, это довольно существенно. Ну, ну, да, тем не менее, в 2000-2000 каком-нибудь... Да, в 2003-2004 году один из интегралов я уже посчитал, действительно, через... Это не важно. Это не важно. Трехпетлевой ответ полностью аналитический через гармонические полилогарифмы получен вот в этой работе, которую я сейчас докладываю, и которая уже опубликована в Фезро-Лэдерс. Для прямой Вельсиновской линии, без угла, которая отдает аномальную размерность просто поля бесконечно тяжелого карта в КПД, трехпетлевой ответ был получен в Косте Четуркиновой и мое 2003-м году. И, как я уже говорил, из нашего вычисления, как байпродукт, нужно воспроизвести этот ответ. Это была очень хорошая нитривиальная проверка. Действительно, его воспроизвели. Ладно. Значит... А вот случай, когда безмассовые частицы... Что? Ну, вот случай, когда безмассовые частицы, когда в Ферме есть бесконечность. Когда бесконечность... Это я чуть позже скажу, а то у меня на эту тему прямо несколько слайдов есть. Насколько я понимаю, если взять некоторые классы, да, типа, с этой стороны они не интересны, то это и есть будет... Правильно, понимаете? Ну, и, значит, это... Ну, известно из Лоха, Нормасарина и кто там еще, Вокт. Это 2000... какой год? Где-то... Ну, в общем, это уже достаточно много лет назад этот трехпетлевой ответ был известен. Он извлекается вот из ядра эволюции до Клавов. Это правильно. При сих бесконечности так оно и есть. Ну, вот. Значит, некоторые цифровые структуры можно получить, ну, более-менее за бесплатно, не считая никаких там хитрых диаграмм. А именно вот такие и вот такие. То есть, абелевые, и когда число НФ-ов либо максимально возможное, либо на единичку меньше. То есть, можно считать нужным НФ большим, рассматривать ведущий порядок и следующий за ним порядок по большому числу флейборов. Филевабельным обстоятельствам. А тогда мы можем вот эти вещи получить вот таким образом. Мы можем рассматривать опять электроненапеху. Там за равную нулюцию, ф равно единице. Бета-функция пропорциональна НФ, и она будет нашим большим параметром. И мы будем рассматривать ведущий по бета-нульчленной и следующий за ним. Тогда для Вильсоновской петли, опять же, производной формы, хоть с углом, хоть прямой, хоть какой угодно формы, вот эта самая экспоненциализация действительно по-прежнему работает. Как раз в ведущем порядке по бета-нульчленной и следующем за ним порядке по бета-нульчленной. Только теперь вот этот самый пропагатор будет полный пропагатор, в который понаставлены всяческие поправочки. И это простая формула. Впервые нарушается, первый раз нарушается вот такой вот диаграммой типа свет на свете. Но эта диаграмма типа свет на свете содержит НФ в степени L-3. То есть она уже next-to-next-to-leading при большом бета-нульчленной. Вот туда я лезть не могу, эту диаграмму я считать не умею. А в ходе I-leading и next-to-leading я могу считать по вот этой вот формуле. Только пропагатор надо поставить в боль более правильный и более... Ну а дальше тут все тоже те же самые рассуждения. Все те же рассуждения, что мы можем считать вершинную функцию фактически, причем в импульсном представлении. Дайте ее логарифм, ее же логарифм при нулевом угле и отсюда извлечь константу перенодировки. И вот это вот есть ответ в главном порядке. В главном порядке по бета-нуль. Бета-нуль большой параметр типа. Дается просто вот вполне компактной аналитической формулой, полученной Беннике-Брауны в 95-м году. Честно говоря, я не знал, что они ее получили. Я ее получил вполне независимо, но позже. Поэтому тут я даю правильную ссылку. Они были белыми, я помню, это наперед позже. Где он так будет, это не просто бета-нуль и альфа-с на 4б, который тут везде в гамма-функциях. А бета-функция, по нему, через гамма-функции выражается. Вот. Вот в этом самом следующем, за главным по бета-нуль порядке, во-первых, надо точнее посчитать собственную энергию углеона, кроме вот этой диаграммки, которая ведущая, надо учитывать еще две, вот эти, где теперь вот этот вот гленный пропагатор уже надо брать в ведущем порядке при большом бета-нуль. Это все считается, но плюс там надо еще учесть в затах, в, кстати, перенормировке альфа, тоже член Next to Leader при большом бета-нуль. В результате, в общем-то, к сожалению, я бы сказал, что у меня нет загнутой формулы, я подозреваю, что ее можно написать, но у меня пока и не получилось. Но есть вполне четкий алгоритм. Если вы хотите, я не знаю, 10-петлевой вклад вот с такой цветовой структурой, сабелевой, следующего за главным порядком ПНФ, то есть четкий алгоритм, шаг за шагом, как его получить без труда. И, в частности, кусочек, который нам был нужен, а, который нам был нужен с трех петлевой вред, естественно, таким образом получил. Теперь, уже в членах с петлей легкого кварка есть один кусочек, который таким простым пути он не получит. Вот. Вот здесь вот написано, красным выделено две цветовые структуры, а, беремо. А беремо получается вот так, как я сейчас объяснял только что. И не а беремо. Вот этого мы не знаем пока. Так? Но хотим посчитать. Хотим посчитать вклад в Z, который содержит C, F, C, A на T, F, N, F. Как его посчитать? А проще всего взять предел большого НС. Так вот эти два красненьких члена, естественно, скомбинируются вместе и дадут вот такую вот комбинацию. Если учесть, что вот эту штуку мы знаем из апельного вычисления, то и посчитаем эту комбинацию, то обычно мы найдем неизвестный мябелевкус. Вот это типичная диаграмма. Не единственная, естественно, но одна из диаграмм, которая дает вклад. Очень много диаграмм вымирают в пределе большого НС. Они имеют цветовые факторы, которые подойдут в конце. Остается не очень много диаграмм. Ну, вот одна из оставшихся здесь как раз нарисована. Ну, и дальше вот мы их исчетаем. Это более простая часть задачи. Более сложная часть задачи посчитать то, что не содержит пяти летких ванков. Чисто глионный вклад. Чисто глионный вклад. Мы знаем из неабелевой экспоненциализации, что он имеет одну единственную цветовую структуру. Максимально неабелевую. Поэтому опять может быть предел большого НС. Опять куча диаграмм можно выкинуть, потому что они подавлены в этом пределе. И вот, ну, опять же, некий пример. Ну, диаграмм гораздо больше. Но, тем не менее, это, ну, сколько-то десятков. Я не помню. Сколько десятков. Но не безумная числа диаграмм. Ну, вот. Значит, вот мы их считаем. Считаем мы их приемцы к бесконечности. А потом, зная, неабелевую теорему экспоненциализации, восстанавливаем результат. Значит, вот если выкинуть от всей диаграммы, которая подавлена при большой конце, то разных топологий диаграмм остается всего 8. Вот они здесь все нарисованы. Все 8. То есть, дело в том, что, скажем, любая диаграмма, где есть вот здесь какая-нибудь вот такая Бельсоновская линия, здесь есть треона, здесь есть еще один треон. Вот так вот, вокруг. А она подавлена при большой конце. Все такие вещи можно смело выкинуть. Поэтому остается не очень много топологий диаграмм. Все эти топологии сводились к мастеру интегралу программой LightRed. И мастер интегралов оказалось 71 штука. И вообще, говорю, не все они одинаково сложные. Во-первых, 7 из них задержат все взаимодействия только с одним плечом этого угла. То есть, фактически, прямую Гельсоновскую линию содержат. Это то, что мы считали с Костей Четыркиным для пропагатора. То есть, эти 7 известны. 8 – это произведение низших пяти, произведение низших пяти. Там, двухпетлевая вершина на однопетлевой пропагатор или что-нибудь в этом роде. Они все известны. 10 мастеров интегралов представляют собой обобщенные однопетлевые треугольники. То есть, вот та самая треугольная антиограмма, такая вот, изгонная. Тяжелая линия, тяжелая линия, безмассная линия. Если я напихаю любого, собственно, энергетически по праву сюда, сюда и сюда по отдельности, я получу всю ту же самую диаграмму, только степень ознаменателей сдвинутся там на что-нибудь пропорциональное. И когда степень произвольная, то все равно этот треугольник считается. Мы его посчитали вот с Толей Котиковым несколько лет назад. Так что эти 10 тоже известны. Но тем не менее, еще осталось 46 вполне нетривиальных мастеров интегралов, что, в общем, достаточно неприятно. Но тут очень сильно помогает вот этот самый прогресс, достигнутый Яхани Самхеном. Как он переписывает дифференциальное уравнение для мастер-интегралов вот в псилоформе, про которую мы слушали неделю назад. То есть, во-первых, мы переходим к переменной E в минус Q, которая будет X. Тогда все симметрично по замене X на 1 на X. При сравнении 1 начальное значение, то есть, это угла нет, а начальное значение всех мастер-интегралов мы знаем, то есть, начальное условие для дифференциальных уравнений у нас обеспечены. Дифференцируем по X, приводим обратно к мастер-интегралов, получаем замкнутую систему линейных дифференциальных уравнений. Мы писали для всех 71 мастер-интегралов. Всех эта система дифференциальных уравнений приобретает вот такой вот вид. Epsilon выносится общим множителем. Особые точки по X будут в нуле единицы и минус единицы. X равна нулю ай, ну и в бесконечности в этом смысле. И в бесконечности, да. То есть, X равна единице в соответствии в нулевом углу, то есть, когда нет рассеяния, частица прег по прямой и ничего с ними не делается. Точки X равна нулю и бесконечности соответствуют вот этому самому бесконечному эвклидовому углу, то есть, это предел типа дглаб. Точка X равна минус единица соответствует эвклидовому углу пи или левенковскому углу и пи. Это когда частица вернулась по той же мировой линии, по которой шла. Но все-таки что-то уточнить, вот эта минус единица теперь в связи того, что там вы в кошинусах рисовали, да? Это не есть порог, да? Да, вот это минус единица. Это эвклидер порогу не подойти. Это и есть порог. А вот ты не убираешь. Вы же говорили, что вы кошинус рисовали. Да, я рисовал кошинус. Пожил. Это минус единица, которая была, она в кошинусах. Да, она в кошинусе. Кошинус равный минус единицу это порог. Да, но это не х равный минус единице. Или как? Да. У них тоже часть. А нет какой-то простой. А и х тоже равен минус единице, потому что кошинус, это что? Это х плюс х минус первой пополам. Минус один плюс еще один минус один пополам. Это одна и та же точка. Минус единица совпало как раз случайно. Вот. И в результате базис этот выбирал лично хин вручную без использования продвинутой научной технологии. Он по-моему как-то принятерегает к институту. Возможно. Ну да. Но тем не менее он умудрился выбрать базис из 71 хорошего мастера Таграда, который дает систему дифференциальных уравнений вот такого вида, где А, Б и Ц это уже просто постоянная константная матрица. Они вообще никаких параметров не содержат. Только числа. Но это матрица 71 на 71. Численная матрица. Она значит эту систему очень легко проинтегрировать в принципе до любого порядка поэкзи у методов последовательных приближений. А вот можно вопрос? А вот у вас какие были максимальные сектора с максимальным числом? Сколько максимальное число было в блоке? В блоке? это не сильно в блоке. Да, конечно, конечно. Совершенно верно. Она имела весьма такую блочную структуру, эта матрица. Но я не знаю, я не могу ответить на этот вопрос. Я в общем в этом почти не участвовал, честно говоря, как раз в приведении дифференциальных уравнений. Нет, это же не дифференциальные уравнения. это ну да, нет, то есть я что я выводил сам лично своими руками это взаимосвязь того базиса, который выдает Light Red и базиса соферна. И как в одну сторону, так и в другую сторону. Вот эти матрицы прямо иззади. Да, да, да. Ну и естественно, правильно. Да, я так и делаю. Есть блоки, размеры? Ну я не знаю, как их там были размеры. То есть она определенно имела какую-то довольно мелкоплочную структуру, но какой максимальный размер блока я не скажу. Не знаю. Значит, все это все эти мастеры интегралы выражаются через гармонические полилогарифмы и более того, через функции однородные по весу. То есть в одном порядке по эпсилу имеются только полилогарифмы одного и того же веса. То есть с одинаковым числом вот этих индексов. Что сильно укачивает запись по сравнению с другими возможными выборами базиса мастера интегралов. Ну не сильно, но ну там раза в два точно укорачивает. Как минимум. Значит, вот это ответ. Это ответ, ну он, конечно, написан через кучу обозначений. Некоторые из них я покажу, но не все. Ну просто все показывать было бы глупо. Но, значит, важно здесь что? Ну вот это однопетлевое. Вот это двухпетлевой ответ кратчевского Радюшкина, записанное весьма компактно, гораздо более компактное видео, чем у них. Вот это новое трехпетлевое. Вот эти вот функции А, еще тут функции 2, где-то встречаются, именно так. Это видеокомбинации гармонических полилогарифмов. Причем, вот этот индекс это вес этого полилогарифма, то есть число индекса. Максимальный вес, который встречается, это 5 в этом трехпетлевом подчислении. Вот вдох петлевом до третьего встречались, здесь до пятого. Тильда, которая тоже здесь везде упорно фигурирует, означает, что надо вычесть ту же функцию в точке х равна единице. То есть, вот эти разности, которые функции с тильдой, они автоматически зануляются при х равном единице, ну или при х равном ноле, что-то же самое. Несколько первых функций вот здесь показано. И здесь действительно видно, что вот, например, А3 это однородная комбинация полилогарифмов веса 3. Вот здесь вот есть три индекса, а здесь есть вес 1 умножить на вес 2. Пи квадрат это константа веса 2. Это значение кармонического полилогарифма веса 2 в точке единице. то есть ну и А4 и А5 аналогично как-то придерживаются чуть-чуть они подлиннее. То есть я просто не выписываю всех, но ответ в общем вот он весь в один слайд не очень длинный. Теперь предельные случаи. Вот один предельный случай и он очень важен. Он во-первых был для нас мощной проверкой, а во-вторых пока я сейчас покажу из него некое неожиданное открытие воспоследовало. Это случай когда Фи стремится к бесконечности ну или Х стремится к нулю. Тогда имеется утверждение доказанное Федемиже Корчевским Радюшкиным давно состоящее в том что при больших Фи это аномальная размерность угла линейно по Фи. Линейно по Фи а здесь при ней стоит коэффициент который есть какой-то ряд по Альфа-Эс плюс члены порядка Фи нулю который я уже здесь не при чем. Так вот Гриша Корчевский а также позднее более подробно уже с Морчезине доказали что вот эта вот функция от Альфа-Эс которая здесь стоит она появляется в ядрах эволюции для дипломелластика как коэффициент при обобщенной функции единицы на единицы минус z с плюсом то есть когда z стремится к единице то ну там есть во-первых какая-то дельта функция от единицы минус z это мы не будем на нее смотреть а вот не считая дельта функции наиболее симгулярный при задке единица член это единица на единица минус z с плюсиком и коэффициент времен как раз дает вот эту аномальную размерность при большом фи и наоборот плюсик там содержит только функцию с бесконечным коэффициентом ну так вот как раз таки функция с плюсиком имеет смысл а такая же функция без плюсика бессмысленно потому что когда я попытаюсь с чем-то проинтегрировать она разойдется то есть я бы сказал что как раз вот это хорошая комбинация а единица на единица минус как таковая не имеет смысла ну да а вы не понимаете единицы не понимаете не понимаете умножается интегрируется все в порядке а ну непонятно какая функция какая функция ну да нет яброх эволюции тем не менее всегда все должно быть с плюсиком вообще запрог функция на севсторожном ну почему а в чем нормальная обобщемная функция судороговских фактов где входит этот интернерал это умножается на некоторые регуляции которые имеют высокий регулировки не дает значей это 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 дает у уровня на лавка в лавку да Да, ну да, любое обрезание. Если ввести, то единица на единице минус знак будет иметь смысл. Но когда никаких обрезаний руками введенных нет, то имеет смысл только обобщенная функция. И это то, что непонятно, какая функция более сингулярна. Это или это функция? Да, это да. Сколько черпителей в конце и ввести? Ладно. Так вот, значит, я говорю. Ну, Ферма, Зарин и Рог в 2004-м просчитали полностью вот это ядро эволюции квад в квад при любых запечатлениях. В частности, естественно, просчитали коэффициент при вот этой структуре. И по автомату самому К от αs, этот ряд, ну вот мы знаем с 2004-го года. И наш ответ, естественно, удовлетворяет. Это вот мощная проверка. Когда х стремится к нулю, мы должны получить К от αs на логарифм х. Ну, с минусом. И эта проверка выполняется. И дальше Гриша Корченский предложил совершенно замечательную вещь. И это, в общем, было полной неожиданностью для нас. Вот давайте мы введем некую эффективную констанцию связи, которая называется А. И которая определяется так, что весь вот этот ряд по αs целиком загоняется в член первого порядка по А. То есть вот эта формула есть определение А. А есть αs плюс там члены αs в квадрате плюс члены αs в квадрате плюс члены αs в квадрате и так далее. А дальше мы выразим нашу аномальную размерность, которая есть функция αs и х через А и х. И вот эта функция амега от Ах, вот она здесь написана, это результат явного вычисления. И совершенно поразительный эффект состоит в том, что в этой формуле нет НФ. То есть все НФы, как в первой степени, так и во второй, которые фигурировали в аномальной размерности, все спрятались внутри А. А содержит в себе НФ, так ведь? А содержит НФ, ну там НФ в квадрате содержит и так далее. То есть все, что содержало НФ, все спряталось внутри А, а оставшаяся функция не содержит НФ. И, ну а поскольку... Не знаем, не знаем, в чем это связано. Это загадка природы. На самом деле, конечно, если бы еще и понять причину этого замечательного упрощения, то можно было бы попытаться понять, то ли это будет продолжаться так во всех порядках, а то ли это просто некая случайность трехпетлевого вычисления. Но уж более сильное утверждение. То есть все члены с НФами, которые там были, все исчезли, когда мы перевыразили через другую константу связи. Это, в общем, на самом деле, исходно была светлая идея Гриши Корченского. Давайте введем такое А и посмотрим, что будет, если через него выразить. Посмотрели, поразились результаты. Так вот, ну вот это численные результаты. Значит, что здесь нарисовано? Здесь по горизонтальной айси нарисован угол, открытый угол. Ну вот он на 0, на 4 нарисован. Здесь нарисованы коэффициенты при альфа С на Пи в первой, второй и в третьей степени. А, ну, конечно, не при альфа С на Пи, а при А на Пи. Это вот эта формула нарисована. Нарисована вот эта формула, выраженная через эту самую хорошую эффективную константу связи. И тогда весь линейно растущий по фе член по определению сосредоточен в первом порядке. Но мы так определили, мы определили линейную константу А, так что весь ответ при больших Фи содержится в линейном порядке по А. Ну и потом мы получаем эту самую линию, которая начинается, ну, типа как парабола, потом выходит на прямую, которая растет до бесконечности. Больше растущих членов нет. И двухпетлевой ответ, то есть при А на Пи в квадрате, он вот, он отрицательный и стремится к какой-то отрицательной константе. Трехпетлевой положительный и стремится к какой-то положительной константе. В этом, что все эти константы порядка единицы. То есть в этой аномальной размерности каких-то таких больших коэффициентов в ряде теории возмущения нет. Ну, кроме одной петли при больших Фи, там есть рост линейный, конечно. А двухпетлевой и трехпетлевой ответы при А на Пи в квадрате и в кубе имеют коэффициенты порядка единицы. То есть тут нет особо каких-то сюрпризов. Ну и последний предельный случай, который я хочу обсудить, и который тоже сам по себе весьма любопытен, это когда Милковский угол стремится к Е-Пи или Эвклидов угол стремится к Пи. То есть это ситуация на пороге в Милковском. Либо в Эвклиде, когда мы пошли сюда, потом вернулись обратно вдоль той же мировой линии. Тогда, если Эвклидов угол входит, скажем, Пи-дельта, Пи-дельта, Малу, то Келлиан Меннелл и Оль в 93-м году для двухпетлевой гаммы обнаружили и привели некие аргументы более или менее разумные, что эта штука связана с кварк-антикварковым потенциалом. Связана с статическим кварк-антикварковым потенциалом. Но мы имеем такой вид. Действительно, Пи-дельта, стремящаяся к нулю, аномальные размеры стремятся к бесконечности, там особая точка. Но коэффициент-то там вот такой. Тут надо, конечно, уточнить, В от R и альфа-С от какого амель здесь имеется в виду. Это я сейчас уточню буквально через полминуты. Пока я вот хочу сказать, что существует связь с потенциалом. Это связь с потенциалом. На самом деле, есть в связи с конформной симметрией. И, кстати говоря, в действительно конформной симметричной теории, Яг равно 4 супер-Яг-Мюс, она таки справедлива во всех порядках. А в КХТ, где конформная инвариантность аномальна, Есть масштабная аномалия, есть бата-функция, Которая нарушает это соотношение. А тут мы тоже сейчас увидим. Значит, пока будем считать, что есть конформная симметрия. Тогда в КХТ есть кулоновский потенциал, некуда деваться. И тогда нужно... Вот я рассматриваю вклетовое пространство. Вот метрика вклетового пространства нарисована, Четырехмерного. И делаю ряд замен-переменовый. Поперек перехожу в сферические координаты. Вот будет маленький уголок дельта. Так что Х-модер будет вот такой. Х-вектор будет вот такой, Где Н единичный вектор какой-то. И в терминах Р, Дельта и Н Мы имеем эту же метрику вот в таком виде. Легко проявить. Теперь будем считать, что угол дельта нов. И проделаем вторую замену переменных. А именно Р, от Р перейдем к величине Y0. А от Дельта и Р перейдем к величине Y. И тогда именно ровно при маленьких дельтах Эта метрика будет комфортно плоской. Вот она плоская метрика. А здесь вонится общий множитель. Е в степени 2Y0. А значит, в исходных координатах Х и главных координатах Y, При маленьких дельтах только, Мы имеем одно и то же. Потому что есть конформная инвариантность. Но при этом в исходных координатах Х мы имели вот такую вот Вельсиновскую линию с очень маленьким уголком дельта вот здесь. И мы хотели аномальную размерность. А с аномальной размерностью можно написать как коэффициент При логарифме отношения инфракрасного и ультрафиолетового обрезания По координатах Х0. А в переменах Y Вот это Вельсиновская линия превращается в Вельсиновскую линию Из двух параллельных прямых. Которые опять же имеют ультрафиолетовое и инфракрасное обрезание По Y0. И вот это Вельсиновская линия будет давать потенциал. Пока у нас есть конформная симметрия, потенциал Волоновский. Значит, вот этот самый логарифм исходной нашей Вельсиновской линии В виде угла, который равен аномальной размерности на логарифм Отношения обрезаний по Х0 Будет равно потенциалу на длину в нулевом направлении в координатах Y. На длину... То есть инфракрасно-мельнос-энтрофиолетовый предел по Y0 И в результате мы получаем отсюда, что аномальная размерность Действительно равняется потенциалу на его аргумент делить на одно ответство Прямо не театрство Все замечательно, но в КХД-то это не так В КХД это симметрия аномальная, есть бета-функция И поэтому такой аргумент не пропустил Вот, опять же, рассматриваем двухпетлевые случаи Которые рассматривали вот там гели от МАНОО давно В двухпетлевом случае Если бы мы взяли бета-ноль равное нулю Ну, например, выбрали число цветов и число флейворов так, чтобы бета-ноль они сократились Это можно сделать так То эта формула, тем не менее, была бы справедлива То есть потенциал по-прежнему был бы с нужной точностью кулоновский Ну, бета-один уже не ноль, но это уже эффекта следующего порядка Здесь они нам не нужны, бета-ноль равны То есть тогда мы бы получали, что дельта Это не дельта-гамма Это дельта-умноженная на гамма Маленький угол умножен на аномальную разъемность Минус тр на потенциал, который пока все еще с нужной точностью кулоновский, дает ноль Теперь, если мы возьмем какую-то произвольную бета-ноль Не нулевую То все будет зависеть от того, какое амью мы выберем для аргумента альфа-с вот в этом потенциале Какое выберем, то и получим Мы получим нечто пропорциональное, конечно же, бета-ноль И с коэффициентом, который зависит от ноль Что означает, что можно выбрать одно единственное хорошее амью Одно единственное хорошее амью, которое, естественно, порядка единицы на ноль А конкретно вот такое Когда в правой части по-прежнему будет ноль Это и фактически замечательное наблюдение манула с компанией То есть они наблюдали, что двухпетлевая аномальная разъемность при тельце стремящемся к нулю Связана с потенциалом, если ее подставить правильное Вот такой простой формул В трехпетлевом случае, даже если мы выберем в нем вот такую Эта связь все равно оказалась наружу Это уже эмпирические результаты с нашей полной формулы для гамма Но отличие дельта умноженного на гамма и р умноженного на уэта Отличие по-прежнему пропорционально бета Ну, только теперь на АФС То есть, что приятно, что все эффекты, связанные с нарушением Которые инвариантности выражаются через коэффициенты бета-функции Как очень естественно было бы ожидать с самого начала И вот можно ли этот поправочный член вычислить отдельно и независимо И применить как проверку нашего результата Ну, в общем, то есть, можно ли посчитать эффект масштабной аномании Вроде бы можно Вроде бы можно, но само по себе это вычисление оказывается не вполне тревятным То есть, использовать его как какую-то совсем простую проверку у нас не получилось Вроде бы мы введем какой-то обходной путь Но какой-то... На одну меньше То есть, чтобы... Вот наша трехпетлевая гамма Надо сравнивать с двухпетлевой гаммой Ну, это естественно А, двухпетлевой гамм? Понятно На одну петлю меньше То есть, это двухпетлевая гамма, которую посчитал Йорк Шередер правильно Да нет, это же неправильно еще считали Но правильно я посчитал Шередер Ну, вот, собственно, заключение Значит, аномальная размерность угла на Мельсеновской линии В трехпетлевом приближении вычислена аналитически через гармонические полилогарифмы вплоть до веса 5 Два типа цветовых структур И в аномальной размерности из лоба, и в аномальной размерности поля Известны во всех петлях Причем вот эти известны просто в замкнутом виде Эти известны, по крайней мере, в виде достаточно простого алгоритма Который можно крутить до скольких угодных петель Без проблем Причем, стремящимся к бесконечности, воспроизводятся результаты с дипаналластика, полученные Мухом Вермаса и Ренома Блокко Если ввести эффективную константу связи, которая как раз берется из этого предела И перевыразить ответ через нее, то он не содержит НФ Плюс к тому, Нябелева теорема экспоненциализации говорит, что без НФ в каждом порядке по Альфеусу у нас всего одна цветовая структура То есть в результате в этом ответе Омега перевырожденным остается всего одна цветовая структура В одной петле, одна в двух и одна в трех Всего навсего Вместо исходной кучи цветовых структурах остается очень много И, наконец, если взять и в клидок угол вида Пи-Дельта, где Дельта-Молу То соотношение имени Келлиана Манула и Оля При правильном выборе Мюк, при их выборе Мюк фактически В трех петлях нарушается А нарушающий Дельт пропорциональен к ВТО То есть, опять же, если выбрать НС и НФ так, чтобы ВТО 0 равнялась нулю То даже в трех петлях это соотношение все равно остается справедливо Нет, ну понимаешь, если у тебя будет точная катаконность, то сначала будет тривиальная Ну да Ну да, правильно Естественно Но вот если все-таки Ну, не, но дело в том, что Если БТО 0 равно нулю в КХД То БТО 1 уже не равно нулю Поэтому он все-таки не вполне тривиальный Это не есть в точности ХУ Все, я на этом закончу Да, да, в разных аргументах Да, то есть, просто от X А более от... да, более... сейчас, сейчас Ну да, они более от Y, который делится минус X квадрат И вот все функции, которые А выражаются через полилогарифм от Y А тут еще более какие-то функции B, которые... Которые... вот эти... вот эти... B3 и B5 еще... у меня там полилогарифм от какого-то другого Я уже забыл, нету прям от X Нету прям от X, нету что-то от X А Y что-то такое? А Y это... Единица минус X квадрат А X на Y? Нет, нет, X только в коэффициентах перед ними встречается Это-то я точно помню Нет, я просто хотел сказать, что у вас так формально, если посмотреть, разрезы идут по унивой оси От нуля, вверх и вниз Ну, в смысле, что у вас аргумент становится больше кинемницей Ну, да, это аргумент... Или разрезы, которые не пролезутся через эти разрезы Ну да, но я верю, то есть это значит какое-то есть сокращение там Да, нет, ну в том, что вообще выбор этих функций не одноозначен То есть, на самом деле, нет никакого, ну я не знаю, общего принципа, по которому более выбраны вот эти самые функции Дело в том, что, ну, исторически, вы говорите, функции А1, А3 и А5, вот ровно эти три Они фигурируют в таком же ответе, который Японий Схен получил в n равно 4 супер-ео-милсе раньше Там ответ, естественно, короче Там в каждом порядке по альфа-с имеются только члены однородного веса И там возникает функция 1, А3, А5 Поэтому было, естественно, использовать эти же функции А все, что в них не влезло, засунули вот в какие-то функции А2, А4 и еще В3, В5 То есть, эта процедура не стопроцентно однозначная Можно было бы потрохнуть записать Ну, такая запись, ну, она, в общем, относительно компактна А уж, когда мы ее через А переписали, она стала еще похожей, всего две строчки Ну, вот этим сравнением, на уровне, на уровне, на предыдущем уровне Много лет занимается кедонатизм Это его основная... Что с чем? ТНТ рождением, ЛНХС Вот он считает ТНТ на ЛНХС То есть... То есть... Сечение, это же мощное сечение, так сказать, сечение будет равно тому Нет, ну, из одного, из одной этой аномальной размерности не могу Так я говорю, что это получается, что он понимает, что так работает? Нет, ну, я говорю А кедонатизм еще 10 лет поработает и не поможет сечение Или 20 Или 20 То есть... А мы тоже могли бы это суперсимметрию? Ну, что там еще бы... Ну, с холярами там еще... Ээээ... Симметрия уже получена Для суперсимметрии, для... Мы могли бы проверить таким вот... Да... Могли бы Послушайте... Если здесь, так еще можно проказать эти домяки, которые когда-то что-то... А суперсимметрия, зачем это считать? Нет, ну, вот... То есть, на самом деле, я считаю, что... Это не такая репетия Мы же только что говорили, что это лучшее... Ну, в том смысле, это подарок кедонатизму, чтобы он свои вычисления расширял на один порядок дальше И причем, более того, я думаю, что мы можем, немножко напрягшись, сделать еще один подарок То есть, все-таки, посчитать всю матрицу мягких аномальных размерностей Кедонатизму нужна матрица То есть, когда ТНТ рождаются, скажем, из двух глюонов То два глюона могут быть в нескольких разных цветовых состояниях И поэтому там вместо одной аномальной размерности получается матрица Но все ее элементы одного порядка сложностей Более того, с точки зрения, ну там, петель, они просто отдаются одними диаграммами То есть, надо там где-то цветовые множители подправлять По-другому их комбинировать И я, в общем, достаточно уверен, что можно получить и всю матрицу Кедонатизму кучу статей написал вот про эту двухпетлевую матрицу аномальных размерностей А вот он-то как раз все получал То есть, он считал отдельно жесткую часть, мягкую часть Эволюцию по мю, вот с этой матрицей аномальных размерностей Все комбинировал, получал сечение, сравнивал с экспериментом И вот, и до двухпетель у него все есть И вот этим он занимается, ну, все-все-все-свою жизнь А у него не считаете, какие выражаются эксперименты? Нет, КХД КХД? КХД, конечно А ты, наверное, персиметричные считал? Нет, персиметричные этиограммы считал Хен Хен, человек из advanced studies Princeton Поэтому для него это вполне логично А Киданакис, он как раз считает сечение, рождение, тнт, ну, там дифференциальная по разному Божественное, что ничего не выходит А он сказал, что уточнил, а он как? Слогнилась или не расслаблив? Ну, да, он говорит, что все в порядке Он регулярно на эту тему выступает Если же не так, что у вас все в порядке Затем надо было тогда еще и уточнить Ну, почему бы не уточнить? — А вдруг будет не в порядке? — Известно, что было не так. Там сосчитали, там, главное, все, все, и с инструментом совпадало. Сосчитали поправку, все разъехалось. — Ну, вот именно. Поэтому поправки считать надо. Ты сам аргумент привел. — Не разъехал, не разъехал. — Они не знают, они ничего не сравнивают. — Так, конечно. Это, на самом деле, одна деталька. Это, иногда, довольно много деталек собрать вместе, чтобы посчитать все счеты. — Это есть на этой кераминной, так сказать, теории. Там, чем больше уточняешь, тем хуже самосы, как известно. — Они забывают теории плохие. Это эффективная теория. — А тут, это факторизация. — И настоящие теории. — То-то там есть. — Как это делать? — На самом деле, все теории эффективны, а других не было. — То-то ему следуетните должен делать на это. Стандартный модль тоже эффективный. — Все эффективные, но не настоящие. Все эффективные, и servers я думаю, иstanden, kay. — Ну да, теперь эффективные не боятся. — Сейчас, да, что люди могут сейчас сказать. — Сейчас, сейчас, всё. — Спасибо. — Спасибо. —机 Goshpo Navalny — ... Продолжение следует...